АЛМАЗНЫЙ КРАЙ Слухом. Новость о якобы заразившемся коронавирусом мирнице оказалась фейком. Работа продолжится. Генерального директора компании «Алроса» Сергея Иванова переизбрали еще на пять лет. Чемпионы Якутии, России и мира. В мирном больше сотни спортсменов собрал третий региональный турнир по мастрестлингу. АЛМАЗНЫЙ КРАЙ 16 марта в аэропорту «Мирного» погрузчик задел самолет авиакомпании «Алроса». Воздушное судно готовилось совершить рейс в Москву. В этот момент с фюзеляжем соприкоснулась лента транспортера, которым разгружают багаж. Как пояснило нам руководство мирнинского авиапредприятия, пострадавших нет. Повреждений воздушное судно также не получило, благополучно вылетев к месту назначения. В Мирненской больнице, вопреки слухам, нет пациентов с коронавирусом. Сообщение о якобы зараженном пациенте, которое в выходные массово распространялось по мессенджерам и порядком напугало многих горожан, оказалось фейком. В рассылке речь шла о работнике Рудника Мир. Его якобы доставили в инфекционное отделение центральной больницы с подозрением на коронавирус. В сообщении также ссылаются на сайт Минздрава. Сотрудники же республиканского ведомства, куда мы обратились, опровергли эту информацию. Случаи заболевания коронавируса в Якутии официально не зарегистрированы. Министерство здравоохранения призывает не верить распространяемым сообщениям, мессенджерам в WhatsApp, социальных сетях, только верить официальным комментариям ведомства. И хотя пока в республике случаев заболевания нет, все же предупредительные меры принимаются. Так, например, руководство компании «Алроса» решило отменить намеченные на март корпоративные форумы «Топ-100» и «Хазактив-2020». Поволноваться на выходных пришлось и мирненским автомобилистам. Дорога в сторону аэропорта в воскресенье превратилась, можно сказать, в полосу препятствий. В районе 10 утра трассу подтопило. Как выяснилось позже, это вышли грунтовые воды. Спустить ее коммунальщикам удалось уже к обеду. По словам директора УЖКХ Мирного, дорогу из АЧП не перекрывали. Сейчас она находится в удовлетворительном состоянии. И к другим темам. Генеральный директор компании «Алроса» Сергей Иванов переизбран еще на 5 лет. Единогласное решение приняли на заочном заседании наблюдательного совета. Сергей Иванов возглавил алмазную компанию в марте 2017 года. Срок действия его контракта был 3 года. Председатель НАПСовета Антон Силуанов поздравил генерального директора с переизбранием. И отметил, за эти годы «Алроса» сохранила мировое лидерство по объему добычи алмазов, укрепила доверие со стороны партнеров, акционеров и инвесторов. Со своей стороны Сергей Иванов поблагодарил наблюдательный совет за оказанное доверие. Он подчеркнул, задачи остаются прежними – сохранять устойчивость бизнеса, продолжать работать над эффективностью производства и уделять внимание промышленной безопасности. 10 миллионов рублей на развитие села «Алроса» окажет финансовую поддержку садынскому наслегу. На днях соответствующее соглашение подписали первый заместитель генерального директора, исполнительный директор компании «Алроса» Игорь Соболев и глава наслега Иван Игнатьев. «В основном эти средства будут предусмотрены на благоустройство села и строительство двухквартирных наших муниципальных домов. В том числе мы планируем построить гаражный бокс, потому что у нас гаражный бокс в этом году признали аварийным». Гаражный бокс будет рассчитан для транспорта бюджетных учреждений. В конце года новый объект уже планируют запустить. Также в этом году хотят провести капитальный ремонт в четырех двухквартирных домах. Там заменят кровлю, реконструируют и стелу, расположенную при въезде в Сюльдюкар. Вместо старой установят новую. Согласно проекту, она будет выглядеть в виде национального авенкийского жилища «Ауросы» высотой 5 метров. На это выделят 400 тысяч рублей. В Ленске спустя много лет заработает муниципальная баня. За свою бытность она трижды меняла собственника. Объект долго не ремонтировался. Сейчас на работу заложена внушительная сумма. Когда желающим попариться, можно готовить веники, узнавала Ксения Журавлева. Пожухлые веники и старые тапочки лежат по углам. Они будто скучают по гостям, которые вот уже почти десяток лет не используют их по назначению. Единственную муниципальную баню в Ленске закрыли в 2012-м. Здание трижды меняло собственника, переходя от района к городу и обратно. Точку в многолетней проблеме в итоге смог поставить глава Ленского района. Для заброшенной бани власти заказали проект реконструкции. Нашли в районном бюджете деньги на ремонт. Порядка 36 миллионов рублей. Определили подрядчика. В феврале он зашел на объект. Такую новость жители не смогли обойти стороной. Скажите, пожалуйста, нужны ли в Ленске городские бани? Нужны, наверное. Обязательно. Обязательно, как же не нужно. Люди-то живут не только в благоустроенных домах. Обязательно надо. Капитальный ремонт бани выполнит новосибирская фирма «ГАРД». Строители восстановят женское и мужское отделение. Увеличат площадь санузлов для посетителей на колясках. А еще обустроят парикмахерскую и буфет. По планам проекта ежедневно баня сможет вмещать по 50 человек. Изменения бани практически не потерпит. Будет в том же состоянии, как было. Те же помещения. За исключением корректировки некоторых помещений. Полностью заменятся все инженерные сети. Заложено порядка 36 миллионов. Эти же деньги уйдут и на обновление фасада. Серым потресканным стенам подарят яркий цвет. Рядом с баней построят парковку. И, конечно же, озеленят территорию. Посидеть в новой парилке жители Ленска смогут уже в сентябре. Ксения Журавлева, Анатолий Гуськов, телеканал «Алмазный край». В Ихайском отделении культурно-спортивного комплекса открыли новое направление. Там будут рассказывать, как сохранить здоровье и правильно питаться. Для каждого участника группы составят индивидуальную программу занятий. Тренер учтет его рост, вес и состояние здоровья. Даст рекомендации по посещению бассейна, тренажерного зала или других секций культурно-спортивного комплекса. Можно будет записаться и на персональные занятия. Назначается комплекс упражнений. В зависимости от состояния здоровья, от особенностей клиента, от рекомендаций врачебных составляется комплекс. Также, как выбирается время посещения, как удобно посетителю и в зависимости, как работаем мы. Далее пишутся домашние рекомендации, также физических упражнений и даются рекомендации по питанию. Данные веса, давление, физической подготовленности отслеживаются и через какое-то время проводится снова контрольное тестирование. В Мирном больше сотни спортсменов со всей республики собрал третий региональный турнир по масс-рестлингу на призы главы Мирного и акционерной компании «Алроса». На помост «Алмазной столицы» вышли чемпионы Якутии, России и мира. Какими запомнились соревнования и на что потратят призовые чемпионы турнира? Все подробности в материале нашей съемочной группы. Пока на помосте спортсмены перетягивают палку, за кулисами волнуются их тренера. Переживают за своих воспитанников так сильно, что от соревновательного процесса взгляд не отводят. Спорт ловких и техничных – так называют масс-рестлинг сами атлеты. И продемонстрировать эти качества на третьем по счету турнире позволили девушкам. Впрочем, женственность два десятка спортсменок оставили за пределами ковра. На него вышли с хвостами на голове и практически без макияжа. Разве что для телекамеры подкрасились. Всех знаем. И новеньких, и старых. Всех знаем. Все друг друга знаем уже. Даже уже у кого какие приемы, даже знаем. Тут много факторов играет. Не только сила, не только опыт. Тут еще случай может подвернуться. Якутский национальный спорт по всей стране признали в 2003 году. Тогда перетягивание палки включили в российский реестр видов спорта. Теперь же масс-рестлинг может появиться и в программе Олимпийских игр. На состязаниях по масс-рестлингу абсолютно все команды даются на якутском языке. Это правило действует даже на соревнованиях российского и мирового уровня. Сергей Константинов – один из самых титулованных спортсменов республики. В его копилке побед и чемпионат мира и абсолютное первенство прошлогоднего мирнинского турнира. В том, что обойдет соперников и в этот раз, был уверен. Даже заранее придумал, куда потратят заветный приз 100 тысяч рублей. Хотел поехать во Францию, но коррективы в планы на отдых внесла ситуация с коронавирусом. Я даже не знаю, должен был полететь во Францию, но отменили. Доехали на автобусе, долго ехали, поэтому не восстановился. Первый день своих соперников до 70 килограмм вывел ели как. А на второй день, когда проходит абсолютный чемпионат, до 75, уже чуть-чуть выше категории. Я уже восстановился, уже чувствовал себя хорошо, чувствовал, что тянул нормально. Так что уже уверенность какая-то была. Чемпион в абсолютном первенстве свыше 75 килограммов Сергей Фролкин ради выхода на Мирнинский помост исколесил полреспублики. Проехал на автобусе 500 километров из Тампонского района до Якутска, затем еще 1200 – из столицы Якутии до Мирного. Почти все призовые в таких случаях уходят на оплату дороги и проживания спортсмена. Я ожидал таких больших призовых, что придут побольше сильных ребят. Но все же здесь пришли, тоже сильные ребята были, конкуренция была. Это просто так кажется, что легко было. Все чемпионы в весовых категориях стали обладателями 30 тысяч рублей. Отличившиеся на помосте не ушли с пустыми руками. Своих хозяев нашли и плазменные телевизоры, и мультиварки, и денежные сертификаты от спонсоров. Ими в этом году стали акционерная компания и городская администрация. Анна Винокурова, Роман Ларин, Артур Голиков, Алексей Меркулин. Телеканал «Алмазный край». Прошли полосу препятствий, станцевали с кокошниками и отведали шашлыков. Молодые специалисты «Алроса» встретились на горнолыжной базе в рамках спортивного фестиваля. На «Алмазной долине» прошел уже второй по счету этап. Это соревнование «Зимушка-зима». Команды, всего их было 10, соревновались всю субботу. В итоге лучше стала сборная «Айхальского комбината». Серебро забрали участники из «Алмаз-Дуртранса». А замкнули тройку призеров спортсмены культурно-спортивного комплекса. С этого года нам культурно-спортивному комплексу передали организацию всех мероприятий ОМС. И я надеюсь, что мы будем проводить совместно с ОМС эти мероприятия. Лучше и интереснее, ну, по крайней мере, культурно-спортивный комплекс будет стараться все делать для этого. Напомню, в прошлом году молодые специалисты «Алроса» объединили все спортивные мероприятия, проводимые ОМС, в один большой фестиваль «Спортфест». Первым этапом в этом году стали соревнования на воде «Алмазный дельфин». Впереди еще два этапа. Участники снова встретятся на горнолыжной базе и трассе для картинга. И это все новости к этому часу. Новости региона доступны и в интернете. Подписывайтесь на «Алмазный край» в Инстаграме, ВКонтакте и Ютьюб. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова